В этом выпуске «Искатели во времени» мы будем развлекаться не на шутку. Ну же! Вы можете не верить, но такой была школа, которую вы никогда раньше не видели. Я недостаточно умён. Тут скрещенные мечи и ловкие создания, большие и маленькие. Разрази меня гром! Пять, два плюс два, ты в своём уме? Мы протестируем школу в этом выпуске «Искателей во времени». Сейчас начинается занятие. Я всегда считала себя нормальным мальчиком и занимался нормальными вещами, пока не появились Сэм и Джен. Видите? Ну вот откуда она взялась? Странно. Вдруг они начали появляться, откуда ни возьмись и уводить меня с собой в прошлое, чтобы я узнал, как там всё было на самом деле. Майк Аккерман в роли Сэма. Хайди Ли в роли Джен. Стивен Джофф в роли Алекса. Автор идей – Уилсон Коннибер. Продюсер – Джим Корстон. «Искатели во времени». Лучшее приключение всех времён. «Искатели во времени». «Искатели во времени». Автор идей – Уилсон Коннибер. Моя школа? Где моя школа? Моя школа просто исчезла. Где же я? Что это было? Вам когда-либо снилось, что ваша школа просто исчезла? Такое заставляет задуматься. А что было бы, если бы школы вообще не было? Я, конечно, знаю, что это невозможно, но... Он сказал «невозможно». Он сказал «невозможно». Но ведь было время, когда не было школ. И мы имеем в виду не только само здание. Я никогда не задумывался над тем, как появились школы. Я хочу баллотироваться на пост президента школы. И если бы у меня появились новые идеи, как управлять ею... Ну, многое изменилось. Как бы тебе понравилось, если бы оценка «А» с плюсом означало, что тебе удалось пронзить копьём буйвола? Небольшая охота на буйволов оживила бы уроки физкультуры. А если бы идти в школу означало стать солдатом? Я бы не хотел провалить такой тест. А как тебе времена, когда ученики управляли школой, а не учителя? Правда? Хочешь верь, хочешь нет, но школа была ещё более странной. На старт. Внимание! Марш! Мы возвращаемся в прошлое. А именно... В доисторические времена. Друзья, я не вижу тут никаких строений вообще. Это потому, что мы принеслись на 15 тысяч лет до нашей эры. В то время, когда ещё не было цивилизации, а люди были достаточно примитивны. Посмотрите на этих пещерных детей, например. Примитивные, это точно. А теперь давайте предположим, что наши друзья пошли собирать ягоды. Единственная проблема в том, что они отошли слишком далеко от пещеры. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К счастью для пещерных детей, их папа имеет опыт в таких делах. Он понял историю пещерной девочки достаточно быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это плохо. Похоже на то, что один из пещерных мальчиков стал чьим-то обедом. И все, что от него осталось, это небольшой кусок его мохнатого пулловера. Это грустно. Если бы только этот мальчик умел бегать, он был бы еще жив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дурачок, ты их напугал. Итак, вся семья опять вместе. И они выучили очень важный урок. Или сейчас его выучат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я понял. Вот откуда началась школа. Ну, точно мы этого не знаем. Но предположение хорошее. Это было что-то подобное. Самое главное, чему примитивные люди должны были научить своих детей, это как избегать опасностей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это так круто! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это значит, что их школьный экзамен немного отличался от сегодняшних тестов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А Сэм в чем-то прав. Почему бы пещерным людям не придумать для своих детей специальные испытания, чтобы убедиться, что они смогут выжить в диком мире? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А потом, в конце теста... Как ни крути, а даже в то время всегда были умники, которые хотели быть лучшими в классе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь давайте перенесемся на несколько тысячелетий вперед во времена древних греков, в 330-й год до нашей эры. А это более 1300 лет после возведения Великих пирамид в Египте и несколько сотен лет до Рождества Христова. Греки были на высоте своего могущества, тогда каждый философствовал и писал. Мы находимся в лицее, известной школе Аристотеля. Тогда было заведено так, что девочки работали дома, а мальчики ходили в школу. То есть в то время, когда девочки учились убирать и вести хозяйство, мальчики изучали более тонкие в мире вещи, как, например, поэзия, литература и музыка. Теперь нам может показаться, что мальчикам в то время доставалась более легкая школа. Но подумайте, что произошло бы с этим мальчиком и этой девочкой, если бы они оказались в затруднительном положении, скажем, на необитаемом острове. О котором поют министрелли. Ой-ой, кажется, я голоден. В таком случае, кто из них будет лучше подготовлен к выживанию, как думаешь? Возможно, лице слишком непрактичный. Думаю, мне нужна школа посерьезней. Получай! Добро пожаловать в Спарту, землю спартанцев. Они тоже были греками, но они свято верили в пользу жесткого обучения. Насколько жесткого, спрашиваешь? Что ж. Что-то подсказывает мне, что школа спартанцев намного серьезней. Что это? Воспринимай это как очень жесткий экзамен. Ты шутишь, да? Ну, спартанцы были твоей идеей. Это школа в Спарте. Где-то от 300-й год до нашей эры. Думаю, мне нужен перерыв. Кажется, у Сэма большие неприятности. Искатели во времени Сэм и Джен перенеслись назад во времени, чтобы посмотреть, какими были древние школы. Быть детьми в пещерное время было совсем небезопасно. Древняя Греция выглядела довольно привлекательно для мальчика. Но теперь Сэм в древней спартанской школе. И все, на что я могу надеяться, это то, что он сделал свое домашнее задание. Может показаться странным, но у спартанцев и во многих других культурах именно это считалось хорошим образованием. Стать воином было очень почетно в древнем мире. Да брось ты, трус! Он уже ждет тебя! А что, если я не хочу быть воином? Не хочешь быть воином? Это как эльфу сказать, что он не хочет делать игрушки. Вот так! А это было не так уж плохо. Эй, а не устроит ли нам перемирие и сходить в кафетерий за картофелем фри и молочным коктейлем? Я уважаю вашу силу, но я все равно одержу победу. Я пошутил. Нет, прошу вас, подождите, подождите. Если вы так, то я вот так. Что он делает? Да, и что теперь? Что? Кто теперь спартанский король, а? Кто теперь спартанский король? Я вам так скажу. Раз нападаете, так дерзайте. Да! Согласен. Я рад, что не учусь в те времена. Но это натолкнуло меня на мысль. Экстремальный гимнастический зал. Вот только в те времена это не было гимнастическим залом. О, конечно же, у них был гимнастический зал. Это же они изобрели Олимпийские игры, ведь так? Они строили огромные гимнастические залы, только немного другие. Эй, учитель, как насчет античной тренировки? Итак, с чего мы начнем? Может, с хоккея на полу в зале? Как я говорила, все было немного по-другому. Между прочим, Сэм, слово «гимнастический» происходит от греческого «гимнос», что означает «голый». Не хочешь ли ты сказать, что в зале все были... Но что-то сказать. Иногда историю сложно понять. Не может быть. Голые! Ну, тренироваться голым – это полный отстой. Ладно. Но если ты все еще хочешь сделать переворот в школе, давай перенесемся в... Ах, в Средневековье. Когда в Европе были рыцари на лошадях, турниры, замки с орвами, а от помоев избавлялись очень даже необычно. В Средневековье началось около 600 лет после Древней Греции и закончилось перед Ренессансом. Таким образом, Средние века длились, начиная приблизительно с 500-го года от Рождества Христова и где-то до 1400-го года. И это было время, когда церковь управляла буквально всем, особенно школами. Так что, в церквях были школы? Типа того. За исключением, что они были в основном для монахов. Вот как тот парень. Мир очень изменился со времен Древней Греции и Рима. Видишь ли, у людей не было столько свободы, и многие из них не ходили в школу, значит, большинство людей не умели ни читать, ни писать. Кроме монахов при монастырях. Они учились, потому что должны были знать Библию, и потому что еще не изобрели печатные останки. Какое отношение имеют к этому печатные останки? Ну, есть всего один способ сделать копию книги без печатного станка. Вот теперь я совершенно сбит с толку. Позволь я попробую объяснить. Сэм, допустим, сейчас 1100 год, и мне нужно, чтобы ты сделал копию этой книги. Ладно. Итак, сейчас 1100 год, и мне нужно сделать копию этой книги. И ты не можешь использовать ник Серокс, потому что его еще не существует ни компьютер, ни печатный станок. Ты догадаешься, в конце концов? Ты имеешь в виду, что я должен переписать книгу вручную? Отлично, Сэм, ты понял. Это в точности то, что приходилось делать в Средневековье, чтобы изготовить книгу. Вот тебе бумага, перо, чернила. Развлекайся. Итак, какую книгу я должен переписать? Святое Писание. Оставьте меня в покое! О, Сэм, вот покоя тебе еще долго не видать. Ты некоторое время будешь не на шутку занят. Думаю, в Спарте было куда лучше. Подождите-ка! В Библии же более тысячи страниц! Тысячи? Советую подналечься, Сэмми. Я закончил. Закончил? Закончил? Но, Сэм, я не могу это прочитать. Никто не сможет это прочитать. Это ужасно. А что случилось с рисунками? Ах, да, эти. Я думал о них как об импрессионизме, а не реализме. И все же, если в то время учились только для того, чтобы изучать Библию и переписывать книги, то монахи были единственными, кто получал образование. Точно. И все знают, что знания получают из книг. Так, может, это и не был обычный день в школе. Но этим все-таки поддерживалось образование. Фактически первые университеты появились при церквях. Вот, например, собор Нотр-Дам в Париже. Там первыми начали преподавать для молодых людей, которые не были монахами. А когда я говорю молодых, я имею в виду 13-летних. Это значит, что я достаточно взрослый, чтобы ходить в университет в Средневековье? Да. Но они не были такими университетами, как у нас сейчас. Они управлялись студентами. Не может быть! А ты знаешь, что это означает? Извините, профессор Макгеликади. Я не мог не заметить, что недостаточно умен. Но видя, что вы мой учитель, я подумал, что в этом должно быть ваша вина. Вы находите этому какое-либо оправдание? Это действительно почерк вашей мамы? Теперь задумайтесь, почему школы не могли такими оставаться? Одной из основных причин были печатные станки. Изобретение печатного станка означало, что отныне все больше и больше людей могут взять что-то почитать и узнать об окружающем мире. Таким образом, для многих людей стало действительно важным научиться читать. Это стало даже модным. Здесь, в Северной Америке, все было просто. Школы для всех. По правде говоря, школы имели огромное значение для города. Вплоть до того, что городу было важнее иметь школьного учителя, чем шерифа. Но легче было сказать, давайте дадим образование всем, чем сделать это. Вот смотрите, сейчас 1860 год, и в школе этого небольшого городка сейчас начинаются занятия. Ох, оставьте меня в покое. Хотите сказать, что учитель я? Почему я? Что тебе сказать, Сэм? Три образования – это просто слова-синонимы. Одно из первых проблем древних школ было то, что до них не так уж и просто было добраться. Многие североамериканские дети в 19 веке жили на отдаленных фермах. Таким образом, дорога в школу для них была не полуденной прогулкой, а могла тянуться несколько километров или миль. Конечно, с одной стороны, детям было трудно добираться до школы. С другой стороны, учителям было трудно ей управлять, потому что ученики всех классов находились в одном помещении, что означает, что Сэму нужно будет проводить урок для шести, семи или даже восьми классов одновременно. Посмотрим, получится ли у него. Ладно, класс. Пожалуй, мы начнем с деления в столбик в третьем классе. Да-да. Нет. Нет-нет. Мы рассмотрим ускоренное деление с шестым классом. Да, это... Нет-нет-нет. Со вторым классом изучим сложение. Точно. Хорошо. Кто может сказать мне, сколько будет 2 плюс 2? Да. А я думала, мы будем сегодня учить вычитание. Будем. Ты в каком классе? Куда ты пошла? Как ты это сделала? Теперь я в другом классе. Ответ 5? 5? 2 плюс 2 – 5? Ты в своем уме? Да. Просто я в первом классе. Ладно, тогда вот тебе задачка. Кто скажет мне... Господин учитель. Эй, куда ты? А теперь в каком ты классе? В четвертом. И мы делали это вчера. Вчера? Думаю, мне нужно на свежий воздух немного передохнуть. Это, конечно, очень плохо, что Сэм уже понемногу сходит с ума. Но хорошо, что он вышел на улицу. Нам может понадобиться больше дров. Учитель также должен был сам присматривать за школой, а значит и следить за тем, чтобы там было достаточно дров или угля для камина. Хоть это может показаться нам несколько странным, верьте или нет, но это было единственное обучение, которое большинство людей могли получить. Поэтому для горожан очень важно было найти на работу хорошего человека, ведь они доверяли ему не только обучение своего ребёнка, но и его здоровью. Его здоровье? Конечно. В обязанности местного учителя также входило проверять, нет ли у детей в шее или клещей. Разрази меня гром. Это так противно. Извини, Сэм. Никто не говорил, что учиться или обучать кого-то будет легко. Хуже, чем это и быть не может. О чём ты? Ты всё ещё в 19 веке. Может быть, намного хуже. Эй, Никодяй Билли снова вернулся в город. И помните, что школы должны были находиться совсем рядом с банком. Эй, он убегает со всеми нашими деньгами. И Алекс хочет сделать школу более экстремальной? Это заставляет задуматься, что значила школа в разные исторические времена, начиная с тренировок солдат и заканчивая самоуправлением студентов. Это дико. Так что теперь у меня есть гениальная идея для новой школьной программы Алекса. Она имеет что-то общее с рубкой дров или проверкой на вживость? Нет. Ну, тогда я за. И что же это такое? Экстремальная история? Это программа для всех желающих. От изучения того, какими были школы в древности, до небольшого путешествия во времени. Это довольно интересно. Ладно, ребята, увидимся. Ладно, ребята, увидимся. И что теперь? Что? Кто теперь спартанский король, а? Кто теперь спартанский король? Я вам так скажу, раз нападаете, так дерзайте. КОМОН!